Всем привет! Вести черничных полей. Давно не выпускала видео, потому что сил не хватает. Летом очень много работы в огороде и вот собственно говоря то, что отнимают оставшиеся силы. Черничка. Сегодня просто поднялась в 8 часов, поехала в лес. Это уже не первый раз я езжу в лес за черникой для того, чтобы ее сдавать. Приехала на одно из своих мест хороших, которые в прошлом году нашла. Здесь в прошлом году я случайно набрела на вот этот участочек в низине черникой. Набрела, пошла собирать. Обалдела от количества, что здесь очень много было черники. А потом смотрю лепехи. Кто понимает, лепехи медвежьи были. То есть медведи прошли вот с того дальнего края. С того дальнего края. Сюда. Вот сюда. То есть прошли весь этот участок такой низкий, узкий от начала до конца. И вот в этом месте было очень много лепех. Я сначала, когда собирала, на них не обратила внимания. Потому что медведи прошли удивительно, как они ели, что столько лепех было. Потому что черники было много. Ну, не знаю. Может они шли откуда-то. И здесь просто немножко закусили. Ну, я поняла, что это медведи. В поту практически от страха быстренько пособирала и побежала наверх. Приехала к соседям. Рассказала о том, что собирала чернику там, где медведи ели. Местные, ну, как бы с этим не первый раз сталкиваются. Они мне сказали, ничего страшного. То есть самое главное, греми перед тем, как идешь в это место. Ну, если ты знаешь, что там уже были медведи чем-нибудь. Ну, и потом... То есть медведь, он если... Сейчас у меня... Я просто от усталости уже экаю-акаю. Медведь, если он внезапно кого-то увидит, тогда он может напасть. Тем более медведица с медвежонком. Медвежатами. А если, как бы, предупредить их шумом, то они там тихо ретируются. Ну, как бы... Я запомнила это место. В этом году приехала. Вчера посмотрела. Думаю, есть у черника? Нет. Потому что в этом году странная ситуация. Ну, не знаю. Я, как бы, такой неопытный сборщик. Так, странная ситуация, что в тех местах, в которых она была в прошлом году, ее было очень много. Ее в этом году мало. То есть много черники на молодых порослях, которые немножечко вверх так забираются. То есть, вот, грубо говоря, вот это низинка, а потом вверх немножечко забирается черника. И там побольше ее, чем вот там, где было много ее в прошлом году. Сейчас собрала вот одно ведро. Еще потом немножечко сюда целый комбайн добавлю, чтобы полное было. Здесь у меня получается где-то в среднем 11 килограмм. Собрала я его где-то за 2 часа. Вот. Сейчас пойду собирать следующее. Оно поменьше. Здесь где-то 8 килограмм помещается. 9. Но если битком набить, то побольше, конечно. В зависимости от того, мокрая или ягода, или сухая, оно, собственно говоря, и дает вес. Очень непросто собирать. Хотя так вроде сумрачно. Хорошо, сегодня солнца нет. Но от того, что температура где-то сейчас около 18 градусов, простите, заговариваясь, потому что опять повторюсь, очень устала. Но я одета вот так вот. Сапоги. Штаны, рубаха. Все хэбэшное. Ну, кроме сапог, естественно. Но очень жарко. Очень жарко. Душно. Сейчас заливаюсь потом. Ну, а что делать? Собирать надо. Черники здесь на самом деле много. Ее вот так с первого взгляда не видишь. Но когда подходишь уже непосредственно к кустикам плотно, она лежит просто на земле. Сейчас я возьму это ведро, пойду собирать дальше. И заодно покажу вам хотя бы чуть-чуть, как оно все это выглядит. Это не так много. Вчера я ходила за черника. В одном месте тоже было ее очень много. Ну, это тоже место, которое в прошлом году нашла. В прошлом году я собирала там чернику. И я пришла туда, начала собирать. Сначала вроде она не показывается. Вот интересное такое дело, что она вроде сначала не показывается. Но когда начинаешь ее собирать, и идешь, и ее там просто море. То есть всегда надо уже присесть. Ягода требует того, чтобы при ней присели или наклонились. Как я ее собираю? Ну, это она как-то вот так вот. Вот этот инструмент волшебный, который помогает мне зарабатывать. Им собираю я чернику. Собираю уже бруснику. Брусник уже начинает поспевать. Ну, и вот так вот. Сейчас я просто одной рукой это делаю. Но всегда я стараюсь придерживать костики для того, чтобы они не выдирались с корнем. Потому что черника, насколько я знаю и читала, она достаточно долго растет перед тем, как начнет плодоносить. Ну, вот такие я сведения прочитала. Но в любом случае я всегда стараюсь с уложением относиться к тому, что мне дала природа. Как я говорю, не сеял, не поливал. Ну, пришел и собрал. Поэтому надо благодарить каждый раз. Все то, что нам дается даром. Да и не только даром. Вот так мы-то вон собираем. Я собираю. Мы это во множественном числе. Сейчас не буду так сильно снимать, потому что боюсь выдрать костик. Они лежат. Вот, если приподнять там столько, сейчас я найду даже такой какой-нибудь. Очень-очень-очень красивый костик. Покажу вам, сколько там лежачим положений. Вот оно лежит. Вроде бы, да? Вот оно лежит. Уберешь, приподнимаешь. А там вон сколько ее. Вот ты приподнимаешь, а там ее вон сколько. Вот каждый день. А получается, сейчас, когда нет дождя, или когда не еду в город, или когда... Еще какая-нибудь причина. Я стараюсь собирать по два ведра. Иногда получается побольше, но сил не хватает. Тяжеловато, конечно. Огород запущен. Просто запущен. Растет порос травой в эти выходные. В воскресенье вечером после службы. Приеду воду его косить. Так пробегусь по огороду. Иногда что-нибудь сниму. Поем. И побежала отдыхать. Побежала, громко сказано, поползла. Вот. Так что вот так вот мы тут и живем. Грибы. Тут буквально три дня тому назад прошел хороший дождь. И я пошла с собаками погулять. Просто на полчасика. Ну и набрела на местечко. Я, в принципе, о нем знала. Такого количества грибов там не видела. Набрела на местечко, в котором собрала где-то порядка, ну чуть более 60 грибов белых. И это на пятачке где-то 2 на 2 метра. Стояла, не знала, куда наступить для того, чтобы это все не растоптать. Маленький сюжет я сняла. Об этом. Ну, какие грибы я собрала. Ну, помимо половины ведра еще маслят. Так как бы не считается. Я собираю, как правило, только белые. Маслята потом отдала. Своим соседям по деревне. Кто их любит. Потому что с ними возни много. А у меня времени после ягод особенно. Просто никаких нет. Сил нет. Времени сил. И в итоге оставила себе только беленькие. А вчера смотрела сюжет наших местных тоже. Кто ходил в одном месте, куда весь город съезжается. Там просто ведрами люди собирали. Вот такие сенькие грибочки. Больше я не видела. Я вчера так шла, когда за черника один беленький нашла. Ну, я как бы сейчас не задаюсь этой целью. Да и потом то, что я собрала, мне с лихвой хватит на зиму. Я бросила их все замораживать. То есть я их чищу, режу на кубики и кидаю в морозилку. Потом зимой буду есть. Сейчас, как говорится, ем то, что попадается. Просто так понемножечку. Частично сделала маринованные для сына. Две баночки. Будет есть, не будет, не знаю. Это уже сейчас такие люди, дети. Которым сделаешь, а это не буду, это не буду. Ну, ладно. Какие-то сделаю, повезу ему. Если будет, такие есть. Буду делать снова. Все, ребята. Пошла я дальше собирать. Время не ждет. Сил нет. Ну, вот. Собрано второе ведро. Ну, еще бы. Надо один комбайн. Я имею в виду, что красненькое. Это называется комбайн у нас. Красное приспособление. Надо бы еще один комбайн. Вот. Большое ведро собрать, чтобы было 11 килограмм. То, что пока сейчас донесу наверх. Она немножко утрясется. И станет неполным. А нести мне волн туда, наверх. Кажется, что не очень крутая горка. Но горка крутая. Там стоит моя машина. А сейчас... Да, кстати. Получается, что вот эти два ведра сегодня я собрала чуть меньше, чем за 2 часа. За 4. Нет, подождите. 10. Сейчас 13. Меньше, чем за 4 часа. То есть на каждое ведро примерно по 2 часа. Но этот и побольше. Юля жива. Вся в поту. А хотела еще сегодня третье ведро собрать. Но я думаю, что не буду. Потому что сегодня надо восстановиться. Чтобы завтра, чтобы завтра, может быть, 3 ведра собрать. Если не будет дождя. Вся эта моя плантация собрана не до конца, дошла где-то только до середины медвежьей полянки. Завтра пойду, если никто раньше меня не соберет, не найдет это место, то завтра я с утра сюда тоже приеду. Соберу столько, сколько останется. Ну и там посмотрим по силам. Потому что сегодня я даже проснулась уставшей. Потому что вчера я после поездки в город за продуктами еще поехала в лес за ягодами. И достаточно быстро их собрала. Два ведра. Ну, место хорошее было. И угомонилась только около 9 часов вечера, когда только-только поужинала. Ну и, соответственно, на утро проснулась уставшая. Силой как-то меня покинули в лесу. Поэтому сегодня я все-таки на два ведра соберу, на этом останавливаюсь. Сейчас прокачусь еще, посмотрю одно место. И пойду домой. Немножечко какие-то домашние дела поделаю. Если не будет дождя, может быть, если отдохну и покажу. Сейчас покажу лисичке, как он в состоянии брусничка. Ну и в конце будет маленький ролик о том, сколько грибов я собрала. Позавчера белых. Вот немножечко лисичек в дорожке. Только вылезает. Но их надо срезать, потому что дальше они уже не будут расти. По опыту знаю. Вчера я их видела, они были примерно в таком же состоянии. Сейчас их соберу. Маленькие, конечно. Масюсечки. Вон они какие. О, ничего. Сейчас соберу их. Пойду покажу, какая брусничка еще здесь растет. Здесь вырубка. Позапрошлом году, по-моему, рубили лес. Сюда идет, наверх идет. Короче, все здесь у нас исполосовано. Этими вырубками. Вот, а вот это вот брусничечка. Очень она любит селиться сразу. Ой, мазка. Практически сразу. Как только вырубка пройдет. Она ее розовеет. Вот-вот. Уже скоро начнет краснеть. Здесь хорошее местечко. Я здесь в прошлом году собирала. Но она вот такая вот пока еще не готовая. Но я могу сказать, что карелы собирают бруснику только тогда, когда пройдут первые заморозки. Ну, по-настоящему. Потому что тогда она считается самая вкусная, сладкая и готовая на все 100%. Машка прям в глаз залетает. Вот она, красавица какая. Вот она, красавица какая. Мереск цветет. Черника растет. Брусника розовеет. Красота. Все, поехала я дальше. Может, еще куда-нибудь заскочу. На разведку узнать, в каком состоянии там ягоды. Есть ли грибы. Друзья, знаете ли, что это такое? Это коралловый гриб. Я сейчас шла с черникой в машине. И увидела. Что такое рыжая? Я как-то уже забыла. В прошлом году я их не видела. В позапрошлом году я сорвала один единственный коралловый гриб. Большой был. Сейчас я уже один тоже сорвала. А второй решила снять для вас. Чтобы вы могли узнать, что это такое. Как он выглядит? Это, по сути дела, та же самая цветная капуста или брокколи. Ну, растущая в земле. Это очень вкусный гриб. Вкусно он напоминает мясо. Ну, не сказал бы, что прям там стейк, да? Ну, вот волокнистость такая и вкус, что-то на курятину похоже. Вот, очень вкусный гриб. Не похож на белый по вкусу. Ну, у него такой свой, свой вкус. Срывается вот так он. Ну, я сейчас обрежу немножко грибницу, чтобы здесь она осталась. Вот, и заберу с собой. То есть, у меня сегодня два таких кочана коралловых грибов. Почему у него по цвету такой... Вернее, почему у него название коралловый? Потому что он вот такого цвета. Хотя, подождите. Коралловый он, потому что просто как коралловый. Кораллы растут. Но я бы его назвала немножко по-другому. Вот, реально, брокколи растет у меня на огороде. Выглядит один в один, как этот коралловый гриб. Ой, мошка ест, поэтому фото-гриб. Вот. Все запомнили? Если где-то увидите в лесу, можете смело брать. Растет вот здесь у меня елки. Вот елочки, елочки-палочки. И вот под ними как раз-таки он и вырос, красавица. Сейчас еще хочу показать одно такое интересное место. Я потом приду и заберу. Вот мой сегодняшний урожай. Грибов тоже набрала немножко. Попутно вместе с черникой. Так. Это вода была. Вот один, еще один коралловый. Оторвала я. Это его часть вторая. Ну и тот, который там остался. Ну и тот всякий разный. Белые, красные и зеленые. Сейчас покажу одно интересное место. Я не уставим восхищаться. Потому что все, наверное, знают, что такое сад камней в Японии. В Киото, по-моему. А вот это вот красота. Даже не знаю, как назвать. Наверное, сад к ней. Вот это маленькое болотце, на котором некогда росли деревья. Оно постепенно. Какой-то такой заболачивается необычный. Рязко, нерязко. Ну да. Короче, не важно. Вот оно постепенно заболачивается. Но как бы, как и другие болота. Оно не выглядит из тех, что я видела. Здесь оно прямо вот необычное совершенно по своей красоте. Видите? Оно такое небольшое. И везде торчат эти пни. Которые некогда были деревьями. Я всегда останавливаюсь, чтобы полюбоваться. Потому что очень красиво все это выглядит. Наш Карельский сад камней. Завтра сюда собираюсь вернуться. Еще собирать черничку. Не очень много, как оказалось. В этом году, в этом месте. В прошлом году я здесь собрала. Ну, не знаю, наверное. Раза три приезжала. С тремя ведрами уезжала. Не знаю, сколько в этом году соберу. Ехать приходится где-то километров 10 от моей деревни. Вот в сторону глухого леса. Здесь везде болото. Народу ноль. Хорошо. Потому что деревня ближайшая. Одна где-то в каких-то пяти километрах. Другая в пяти километрах. Ну, и с учетом того, что таких мест у нас много. Всегда можно найти какое-то свое место, где тебе особо нравится быть. Ну, либо собирать ягоды. Достоинное завершение праведных трудов. Это искупаться в озере. Что мы и сделали. Задаю, конечно, не парное молоко. Но купаться можно. Как минимум минут 15 я купаюсь. Вчера купалась в Голубом озере. Сегодня купалась в этом озере. Оно одно из самых больших из семи озер, которые окружают мою деревню. Это место здесь вот. Белководье. Здесь в основном приезжают, купаются детишки. Я купалась немножко в другом месте. За мыском ездила. Там есть хороший спуск. Но там люди, поэтому я там не смогла снять ничего. Вот такое красивое озеро. Оно большое там за мыском. Оно большое налево, направо. Все, поехала домой сдавать ягоду. Надеюсь, сегодня будет не менее 16 килограмм. Как всегда. Привет. Сходила сегодня с собаками в лес погулять. Буквально там на полчасика. Хотела. Хорошо взяла с собой пакет. И ножик. Ну и рюкзачок. Думала, так, пройдусь, посмотрю, после вечернего дождя есть ли что. Выросли. Потому что в последнее время вообще ничего не было. Там я белых, ну не знаю, наверное, штучки 2 находила. И так маленькую горсочку лесят. Ну и вот прогулялась. Вот он результат. Более 60 белых. Причем это было на участке примерно где-то 2 на 2 метра. Я боялась пошевелиться, чтобы не наступить. Потому что они вылезали. Но пришлось собирать даже маленькие. Потому что по опыту вот такие малюсички. Сладкусички. Потому что по опыту даже знаю, что если их не взять, то они завтра уже будут червивые. Вот он, грубо говоря, вот такой вот малышулечка. Руки у меня все в чернике страшные. Поэтому не обращайте внимания. Вот это беленькие. Я могу сказать, что давным-давно я уже не находила сразу такое большое количество белых грибов. Потому что, ну, ходишь так. Тем более, что в последнее время как-то так особо не хожу. Именно за грибами так с оказией что-то соберу. И, как правило, ну, большие попадаются. Крепкие, хорошие, но большие. А малышулечек таких я нашла в одном месте. Это было, конечно, фантастика. Я стояла, не могла поверить своим глазам. Ну, там попутно красненьких. Вот тоже очень красиво так росли эти подосиновички семейкой. Там штучек шесть сразу вместе вот эти красненькие росли. Вот этот красавец белый. Несмотря на то, что он такой вроде большой. Я посмотрела, он совершенно не червивый. Только немножко, может быть, трехлый. Но накормить всю семью... У меня тут есть соседи с большим количеством детей. Накормить всю семью с картошечкой очень даже реально. Таким большим грибом. Вот такое количество маслят. Они все абсолютно крепкие, не червивые. Потому что за ночь выросли. Сегодня я их отдам тоже этой семье. Потому что, ну, во-первых, я не буду мариновать ничего. Возиться не люблю с маслятами. А они в лес почти не ходят. И я думаю, что с удовольствием все это съедят. Я им периодически приношу грибы, которые сама они ем. Там лисичек. Но совсем, конечно, не такое количество. Это количество меня просто ошеломило сегодня. Желаю всем таких урожаев в лесу. Вот сейчас дожди пошли. Я практически уверена, что сейчас попрут белые грибы. Будет мне зимой счастье. Я люблю делать либо пасту с белыми грибами в сливочном соусе. Ну, или, может быть, ризотто буду делать. Надо научиться мы. Что-нибудь еще можно будет придумать. Белые грибы никогда не пропадут. Вот такое счастье у меня сегодня настигло внезапно. Пойду дальше их обрабатывать. Всем пока!